Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Дмитрия Ешанькина и вы смотрите новый выпуск про тяжелоатлетику. Как вы просили, мы пригласили моего тренера Владислава Давидовича Ригерта. Алле, оп! Сегодня у нас тяжелоатлетическая толчковая тренировка, где мы покажем упражнения для меня. Живо! Живо, естественно. И главное, на этом естественность заканчивается, остальное все будет крайне естественно и странно. У нас ловлен на живца, поэтому живо, это наш. Выспался самочувствие как? Все отлично. Все супер. Сейчас будет хреново. Ты знаешь, он рвет лучше, когда не выспался. И когда немножко пьяный с дня рождения. А, ну это вот. Вот они и всплывают нюансы, да? Давай сейчас на кончике, на скамье поделаем. Не киперэкстендию, а на ноги, я сяду короткие. Пофигачим, спинку забьем. Так, мы без веса будем делать? Спаршил, да? Мне тяжело стало, да, очень. А почему не МЧК? Да, потому что спина это такой, скажем так, предмет для изучения, что МЧК это классика, та, которая присутствует всегда. Далее виды наклонов, мы просто под разными углами, под разных амплитудах постоянно работаем с мышцами спины, пытаясь зацепить то, что еще не зацепили. Потому что все-таки МЧК у нас задняя поверхность, ягодица, ну спина само собой. Но надо периодически еще делать статики, кор держать всегда в порядке, потому что от грыж, растяжений и просто от недокача никто не застрахован. Поэтому постоянно стрессовые атаки любой мышцы под разными углами, они идут в пользу. Конечно, без фанатизма, можно придумать все, что угодно, но тех же видов гиперэкстензии в основном используются ТНЧК, короткие наклоны, статическое удержание. Там одно из моих любимых упражнений, там парашютист, когда ты лежишь на скамеечке, блинчик на ногах, на спине. И в принципе каждый с годами находит свое основное упражнение, которое ему именно заходит, которое цепляет те мышцы, которые являются проблемами. Когда ты чувствуешь, что у тебя спина реальная сталь, то это и уютно, и безопасно. Как тебе последний выпуск комментарий думал? Про Илью? Вообще-то это не про Илью было, а про тебя. Ну, я посмотрел, да, видос. Было очень круто, очень атмосферно. Сначала задумывалось, как бы, посмотреть по нашим параметрам, чем мы различаемся. Но клевая заруба вышла, мне очень понравилось, комментарии были огненные, прям... Какой запомнился, кстати, комментарий? Ой, я тебе не скажу, там очень много таких приятных было, то, что, типа, машины молодцы, хорошо воспитаны, сильные. Ну, в этом духе, да, было очень приятно читать, вот, поэтому огромное вам спасибо. Часто приходится вам вот так вот тренироваться вместе? В живую? В живую тренировать его? Ну, сколько? У нас двойные тренировки два раза в год. Не, было, сколько-то, неделю на базе сидел, так, ну, самый длительный срок, если так, прям, очных тренировок. Так, в основном, все дистанционно. Так, давай тем зрителям, которые не знают, ты в каком городе живешь? Город Таганрог. 1100 километров от Москвы. И вот, в принципе, у меня и лицо такое сегодня счастливое, потому что, чтобы потренировать, так, в час ночи встал и выехал. И вот, только приехал, как говорится. Слушай, а ты в онлайне только юрса тренируешь или еще? Нет, у меня достаточно много спортсменов, и штангисты, и регбисты, и так любители, скажем так, онлайн-база достаточно широкая. Расскажешь, как выглядят тренировки онлайн? Ну, как бы, в процессе, да? Ну, как бы, в двух словах, ну, условно говоря, написал план, сбросил мне ключевые подходы, в ответ приходит видео, ответ отснимал себя, дал какие-то комментарии по поводу того, что самочувствие, как он оценивает тренировку и так далее. Я это отсмотрел, тут живой комментарий, вот какой-то грохот штанги, грохнул сверху на подопечного, и, исходя из этого, написал следующий план. Именно нет никакого такого плана, что я написал на месяц и жду. Именно конкретно постоянная динамика, все равно, конечно, она не сравнится с живой динамикой, сочной ставкой, у помоста, у дорожки, потому что мне не только штанг поднимают. Ну, идет корректировка. То есть все планы, они индивидуальные и в зависимости от этого? Абсолютно, абсолютно, потому что задача, плюс ошибки у слонга, с резинкой на коленках только Юрка приседает, то мы этого добивались сколько? 5 месяцев? Чтобы наконец-то было 120 на груди не встать, чтобы резинку он нацепил. А что это такое, я не понимаю? Давай вам расскажешь, что за резинка? Вот сюда, на колени, чтобы когда в присед садился, ноги же у меня сводят вместе, колени, вот, чтобы держать вот этот контроль, чтобы мышцы забивались. Вот. Дополнительно, жопу прокачиваем, мало ли, со штангой не пойдет, в бикини пойдем. Так же придется поднимать. Бам-бам-бам, прессик еще надо. Два подходника, чтобы коррекция закрыт. Пресс, пресс, пресс. А, пресс, поднимай. Так, там пресс просто на брусьях. Там по 12 раз два подхода сделать. Слушай, а как в Таганроге тяжелая атлетика популярна, нет? Когда-то была популярна. Но это дела давно минувших дней, предание старины глубокой. В принципе, как и везде, ребята занимаются, детворы не столько, как хотелось бы. В принципе, неплохо, ковыряемся, терпим, сохраняем традиции. С такой фамилией не хранить традиции нельзя. В чем причина? Во времена твоего отца тяжелая атлетика супер популярный спорт? Сейчас нет. Ничто не бывает вечным. Совсем просто. Есть мода, элементарная мода. Темпы жизни изменились, восприятие спорта изменилось. И появились плюс еще альтернативные виды спорта. Сейчас самые популярные у нас боевые искусства. Их же множество. И плюс, если раньше это был бокс-борьба, кикбоксинг, ну еще пару видов, там, тэквондо и еще какой-нибудь, то сейчас это настолько все размазано. И смешанные виды. Даже смешанных видов единоборств. Немеренное количество. И очень высокая конкуренция. Мы, олимпийские виды, немножко застряли в классике. Мы должны не только все-таки заниматься спортом, мы должны развлекать. Зачастую дети идут в зал, они не идут на вид спорта, они идут на тренеров. Потому что кому-то не хватает старшего товарища, кому-то не хватает вот этой отцовской заботы. Недаром говорят, что второй отец. Потому что, тем более, сейчас такое время, что у родителей немножко не хватает времени уделять ребенку полноценно. А если никто не будет уделять ребенку дополнительное время, вот в личном общении, то ребенка и будет таскать непонятно куда. Да, есть такие дисциплинированные, которые видят родителей рано утром, когда они уходят на работу и возвращаются, но им этого хватает, они могут собраться. Но большинство детей это не такие, это гиперактивные существа, которые стремятся куда-то потратить энергию. Почему я выбрал именно тяжелоатлетику? Почему мне это так нравится? Не знаю, мне нравится поднимать железо. Это прям, не знаю, чувствуешь себя каким-то Халком, сильным. Я всегда смотрел там Человека-паука, всяких вот этих мультиков Марвел. Они все такие сильные, я тоже таким хочу быть. Я не хочу быть супербыстрым, я хочу быть суперсильным. Ну, пока что Человек-паук. Слушай, а тебе вообще подумай пока, ну, разжиматься продолжай. Тебе тяжело было перейти на онлайн-тренировки? На онлайн-тренировки было перейти несложно. Мне всегда нравилось, конечно, одному тренироваться, да, но и в компании ребят тоже приятно. А так, ну, когда вместе с тренером, тренировки ведут более продуктивнее. То есть, когда ты что-то не так делаешь, тебя сразу поправляют. А в видосе ты можешь отправить, да, и там тренер, может быть, как-то не увидел, не заметил, и только через там день может тебе сказать какие-то ошибки, хотя это можно было сделать как раз-таки во время тренировки. Вот в этом сложность. А в чем плюсы тогда? А в чем плюсы? Ну, плюсы, наверное, в том, что ты делаешь сам по ощущениям. И если там где-то тебе легче, как говорит Клоуков, переделай. Должно быть сложно, должно быть тяжело. Вот. И вот самому уже как бы подсознательно понимаешь, что никто тебе не поможет, надо самому все это делать. Слушай, а ты в большей степени штангист, кроссфитер, тренер? Как ты себя? Да тренер. Тренер, первоочередно тренер и штангист. Это моя база, которой я, в принципе, всю жизнь свою сознательную посвятил. Недопосвятил, но понабрался оттуда многого. И, в принципе, тренерский стаж у меня с 2007 года. Вот уже у нас скоро будет 14 лет. Весной, по-моему. А почему ты недопосвятил? Ну, знаешь, это есть такая фраза известная, батя часто использует, кто хочет, то добьется. В свое время не дохотел. А когда уже захотел, уже был под тридцатник, я начал поднимать, но я уже работал и у меня уже на тот момент два человека в сборную попали. там уже выбор немножко другой был. Не как в юношестве, когда ты делаешь выбор между погулять, друзьями и так далее, и спортом. А там между собственными амбициями, как спортсмена, и собственными амбициями, как тренера. Ну и, соответственно, плюс еще вот это статко за спиной, которое надо воспитывать. И если бы полностью уходить в спорт, то надо было их оставлять. Ну, все-таки вот тренером остался. Размялся? Да? Да. Ну, давай, спецседание начнем. На груди снимаем. Вставание у нас как раз до мертвой точки, за коленочками следим. Шесть вставаний, седьмой подъем. Хорошо. Так, резинку принести? Нет. Нет, не нужно. Тут вставания небольшие, будут упражнения тяжелые, поэтому... И ко всему этому у нас еще добавится прыжочек после каждого подхода. Сейчас что-нибудь тут заберем, невысокая, метришка. И еще три прыжочка сразу после подхода дадем нога повзрываться. Как ты вообще считаешь, что у него нормальная масса, ненормальная? Ненормальная. Нормальная? Дрыч. Дрыч, 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 дрыч. Слезда, да? Да, худой еще. У него ножище вымахали замесом. Ну, все относительно, все относительно, надо, чтобы еще дельты вымахали, ноги домахнули. Все это, как говорится, совершенству нет предела и объемом тоже. Так что, весу надо, тебе сколько лет-то? 12 раз? 17. Да, нет, весу надо побольше, потому что все-таки вес решает, мышечная масса решает, и все-таки это будут крепче и связки, потому что он сначала растет мясо, потом уже связочки. Связки надо укреплять, слава богу, пока проблем нету, но мы-то рассчитываем не на 100 килограммов свиста останавливаться в рывке, поэтому нужно быть покрепче, побольше, килограммчиков 10 в ближайшие полтора годика бы надо. А ты видел, как он свисты порвал, да, Сот? Конечно. Как тебе? Хорошо, свисты он хорошо рвет. А, спамок, это тяжелее? С тягой у нас проблемы, потихоньку, долго, нудно, исправляем, но тут-то не было проблем с тягой, вылезла бы другая проблема, потому что как раз-таки мы и ограничиваемся какой-нибудь ошибкой. На данном этапе у нас вот этот медленный съем и вставание. Если в рыбке вполне нормально справляется, потому что, ну, сами, сами веса, то в толчке уже непосредственно у нас включается проблема у нас с ягодичными и с балансом. Ну, это все в процессе будем исправлять. Сегодня одно из упражнений, сегодня Юрка кайфанет, зрители у нас кайфанут своего страдальческого лица, когда мы будем приседать в полуамплитудке, не доставать до мертвой точки, а потом полное вставание. Прям вот максимально самое мерзкое ощущение, вспомни, когда ты не можешь встать, вот они сегодня будут. Я понял, супер, класс. и глубже, глубже, глубже туда вот. Во! Вот это таймер слышно, который у него щелкает в колене? Это вот таймер как раз, покажешь, что крепкий называется. Что-то там тикает. А почему тикает? Да что-то там квакает. Знаешь, как, весь колен сломается, кому он такой нужен? Это юношеская болезнь, это практически у всех деформация колена, там просто само строение хряща, кстати, зрители, зайдите в интернет, посмотрите, как устроен у нас шлятор, и почему он у нас начинает отрываться. Полезно будет. Давай, зачем нам интернет, мы сейчас шлятор так покажем? Могель. Само крепление вот тут связки, оно вот эту часть кости начинает вытягивать и, грубо говоря, немного отрывать. Потом оно зарастает. Поэтому нам надо за этим следить. У юноши, когда сильно он распаливается, надо нагрузочку чуть снижать, давать ему заживать. Но, в принципе, проблема с шляторами страдает до 18 лет, ну плюс-минус. А потом уйдет? Уйти не уйдет, нарост останется. Если он уже появился, он останется. Но вот эта проблема возникающей боли, она исчезнет. Так. Я уже задумывался, почему сриса легче, да? Да. Да, есть еще такое понятие, как упругая деформация мышц. Такая-то, ты зарядился. Давай покажем прямо вот это. Ну, как-то, прям момент? потому что мы, когда с пола рвем, ну, получается, с расслабленного состояния, даже как бы здесь мы не напряглись, мы все равно мышцу растянутую, начинаем напрягать, и потом уже продолжаем движение и работаем. Когда сверху, мы можем мышцу напречь и натянуться. И у нас получается эффект заряженного лука. Когда мы натягиваемся, у нас будет мышца работать не только сама по себе, за счет импульса и сокращения. А еще и работает на сопротивление, потому что мы ее растянули, и она уже держит. И в какой-то момент мы стреляем не только мышцами, но еще и вот как раз этот заряд нам помогает. Ну и плюс с виса меньше вариантов совершить ошибки. То ли в динамике мы совершаем всю полную амплитуду, то ли движение больше метра поднимает у нас сколько вариантов. То ли здесь мы уже стоим в опоре. чаще всего, что совершает ошибки, когда вот снимает обход коленей. Либо колени пробиваются, либо штангу упускают. Ну тут вариантов множество. На носки можно свалиться. А здесь ты уже заряженный, запрессованный. Ты просто зарядился вниз, все. Задница натянута, бедро включено, грудь раскрыта. И тут уже только вкладывается. В принципе, детей и учат движение сверху вниз. Потому что для мозга понимание как-то замкнул в комфортном положении и начинаешь натягивать собственное тело. У тебя проще вот эту саму механику движения понять, освоить для мозга, ну и в принципе так, для понимания. Тебе больше нравится одному или в компании тренинг? Ну это такой сложный вопрос, потому что в компании тяжелодетов да, это больше энергии, а когда ты один, это прямо работа. Работа над собой, над своим телом, чтобы достичь хорошего результата, лучше тренироваться одному, да. А фокусировку где лучше? Фокусировка лучше на когда ты один. Потому что тебя никто не отвлекает, у тебя вот есть штанга и ты. Ты сразу полностью прогружен в процесс. 8 будем примерно делать. Сейчас посмотрим, как колени будут реагировать. Где будешь удерживать движение, если веса маленькие будут, будет количество вот этих полуподъемов больше. Соответственно, какие недостатки в тяжелодетике? В смысле, недостатки есть в тяжелодетике? Напишите в комментариях, я не знаю. Какие недостатки в тяжелодетике? Недостатки? Ой, штанги дорогие. А так это идеальный вид спорта. Да, нет недостатков. Если тренер с головой и подопечный с головой без лишних проблем, то от спорта негатива не будет. По крайней мере, до уровня мастера спорта. Меньше отдать и глубже и глубже вот где тебя заваливает вот ни где поле, вот, опять сел. Вот. Секс. Вот самую свою проблему лови внизу, тебя разломают. Тут приседаешь, ты красиво приседаешь. Но на грудь ты берешь. Глубокий себя. И вот там вот все эти проблемы происходят. Потому что тут как раз слабая зона, потому что она не проработана. Вот туда прямо и долбивая в проблеме. И там внизу. Оп, встал, опять сел, осу, встал, вот что-то как раз бедром подхватывал себя. Грудь держи. Глубоко, глубоко, туда в самую сторону. И поехал вверх. Оп. У нас не делись. все встает. Вперед. Сразу, сразу, пока крыло. Не летят ножки? Давай, заставляй. Вот. Как раз очень важный момент, что ты прыгаешь на уставших ногах и ты вроде кажется, что запустил импульс достаточно для запрыгивания. Почувствовал, что чуть-чуть послабее и кувырком пошел. Что, несмотря ни на что, на свое состояние, все равно ты должен максимально упираться. Точно так же бывает, ты тянешь штангу, кажется, все, она неподъемна. Все равно ты должен вкладываться каждый раз. Это заставлять себя делать импульс, вкладываться, что бы ни случилось, что бы ты ни чувствовал. Потому что организм всегда будет стремиться нас обманывать и где-то схалявить. А его надо чуть-чуть подоставлять работать. Что, хана ногам? Чувствую, да, поваливают. Но я думаю, я выдержу, да. Выдержу. Мне деваться некуда. Ну, я что, зря это 1100 летел сюда. Сейчас лучше проснулся. А тебя тренировал отец? Да. По совсем соплякам. В группе у детского тренера. Потому что отец сказал, сопли должны быть соплями. Потому что у отца такие ребята посерьезнее были. Там уже не то, что даже разрядники. Там кандидаты, мастера, международники. Там была группа уже такая рабочая. Там не делать нечего было. 96-й год. Дворец спорта «Красный котельщик». Там детская группа. И вот как раз отец создал школу спортивную. Нанял молодого тренера только что. Переставшего выступать. И меня к нему. А мне вот интересно больше, как строились отношения с отцом, когда он тренировал. Тяжело было у него? Да вообще это знаете такая специфическая история, когда ты работаешь с отцом. Тебя давлеет чувство, как это правильно сказать. Ну морально наверное даже тяжелее. Потому что груз ответственности даже не втройне велик. Ты ответственный перед отцом, перед фамилией, и в связи с тем, что ты еще маленький, ты не умеешь фильтровать вот эти вот свои эмоции и они давлеют, они влазят тебе в голову и тяжеловато. Тяжеловато. Груз ответственности когда ты едешь на соревнования ты понимаешь, что он у тебя немного выше. А не всегда с этим удавалось справляться. Как это выражалось? Горел. Личневый горел. Когда ты выходишь на помост и думаешь не о том, чтобы просто вложиться, ты не один на помосте, а ты на помосте вместе ты представитель. Ты представитель, на тебя смотрят по-другому и ты должен реализоваться. И ты как бы уже ответственный не только сам перед собой, а вот этот груз ответственности он давит. вот я спрашивал ювца какие у него отношения с отцом и ты тогда сказал ну то, что да, у меня хорошие отношения с отцом да, они сейчас начали быть более близкими, более дружными а вот по поводу вот этого да, фамильное вот мне раньше да, в училище когда я был меня прям бессиливают то, что ты ешь анкин, ты должен там быть выше, чем остальные но если честно я другой человек я же не мой отец вот и у меня может быть другие какие-то свои взгляды быть ну уровень популярности твоего отца вообще несравним насколько я могу судить то есть он вообще тогда всесоюзная звезда был с размер на этому и тяжесть отношений нет отношения всегда великолепны проблем за всю жизнь не было ни разу с самцов за это что поругались за всю свою недолгую историю я его пальцем могу пересчитать момент когда он голос на мне повысил поэтому то есть он невзрывной отец невзрывной по характеру отец очень взрывной по характеру он просто грамотный психолог там на самом деле лучше бы он наорал когда вот это вот так посмотрит значит туда в душу и у тебя все опустилось вот это состояние он авторитетом он без слов он мог без слов все объяснить и иногда думаешь лучше бы лучше бы физическое наказание в любом смысле а так взаимоотношения хорошие проблем вообще в жизни не вспомнил многие там по жопе мог получить случай с детства пришел где-то там подрался рожу мыл мыл чтобы не было видно что морда разбитая набили мне хорошо что ж на пак захожу такой вот нос красный все вроде вымыл он такой что подрался да руки покажи показываю ему руки он такой а что кулаки-то не сбиты бьешь слабо слабак иди отсюда вот так как-то нет 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 развить нет 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 выше Выше! Чуть-чуть выше! Сразу мощно прыгает, ноги севшие! Вот! Сейчас прям через чур удобно сел. Через чур удобно? Ну, ноги развел и сидишь лягушкой. Призять и накрутить, а так ноги не встанут. Чуть-чуть попараллельнее, чтобы побольше спиной надо было контролировать. А так ты сел и уместился. Так вставать, конечно, не очень, но сидеть крайне удобно. Ближе к параллели. Сразу ноги на сед поставил, чуть пошире. Прошел, стоял. Молодец. Так, это у нас 4 подход на 70. Все, отработали. Так, жим с уходом ножницы. Пойдем. Понятно. 45-5. Слав, как думаешь, если бы Юра тренировался у тебя очно, прогресс был бы сильнее? Да, безусловно. Потому что все равно динамика движений, упражнения, любым упражнением преследуем цель. И не всегда получается эту цель поймать. Ну и плюс, условно говоря, дал ему приседание 105 по 5. Видео присылает, вот легко. А я рассчитывал, что ему будет потяжелее. Соответственно, было бы очно, это было бы 110. Ну или наоборот. Какой-нибудь вроде небольшой вес, там 100 килограмм дал толкать по разу. А его убивают. Вроде отработал там 5 по разу. А мне надо было, чтобы он прямо это в припрыжку сделал, так с удовольствием, с улыбкой. А не размазывал. Движение не портило. Потому что все, что мы делаем, оно сказывается у нас на движении. Если ты криво делаешь, у тебя организм запоминает, как делать криво. Ну, соответственно, а мне этого не надо было. И когда ты в живую очном тренируешься, ты все это корректируешь. Вплоть до того, что собрались сегодня рвать, ну смотришь, ну не идет, ну какой сегодня рывок. Зачем вот мучить организм, пацана. Переделали просто, сделали качалку. И вот основное преимущество очного, это динамическое изменение плана. Так, что за упражнение сейчас? Так, джим с уходом в ножице. Великолепно у нас помогает контролировать плечи и сам уход. Потому что, в принципе, свободного полета у штанги нет. Чтобы она куда-то сама летела, куда-то мы сами летели. Всегда остается контроль. То же самое и в толчке, когда мы ее выталкиваем. Не просто ее всадил, она сама полетела, а ты ноги расставил и ждешь, как принцесса. А именно это вжимающее движение. Потому что скорость свободного падения у нас, увы, не растет. От того, чем больше вес, тем мы быстрее не двигаемся. Соответственно, мы сами себя, что в рывке, ускоряем. Когда тяга у нас закончилась, мы переходим на разброс ног. От того, что у нас еще продолжают работать руки, трапеции, вот это хлесткое движение. Мы, собственно, погружение в сет, его ускоряем. То же самое у нас происходит и в толчке с груди. Мы протолкнули, только штанга, мы освободились от опоры. И мы уже работаем с снарядом. Мы просто ускоряем это движение вниз. Тот же джим, но очень хлесткий, быстрый и надежный. Несмотря на то, что ее... То есть жим себя в пол. Да! В колачивание. Подберете, ныряй. Подберете, ныряй. Понятно? Внимание. Логу не разводи. Почувствовал, что с разведут? Вперед. Взять, вперед направь, чтобы сразу на плечи глубже села. Что-то ты нырять начал вперед в первый раз. Не знаю. Привык к движениям. А еще четыре подходика. Три подхода на сорок. Да, погнали. А у тебя от чего плечи были? Дурак, потому что... Были падения, разрыв, бицепса пускай нету. Вон у меня там. Куда ты идешь? В рекламе для спортмастера снялся. Как говорится, следите за условиями, которые вам предоставляют, когда идет съемка. Холодное помещение, большие паузы между дублями. Дубли были с оборудованием не бутафорским. Ну и, соответственно, при минус 1-0 градусов в помещении отдает одежду. Синтетическая маечка, шортики. Прикольные, но быстро замерзаешь и оставают мышцы. Сначала она подтягивалась с этими цепями. И было такое упражнение, с канатами вот эти волны пускают. Это делалось якорными цепями. Ну, в такой момент достаточно неприятно, болезненно было. Терплюсь, снимаюсь же я в образе. Что-то плечо кручу, мне неудобно, болезненно. А потом просто бросаю взгляд и даже и не понял. Ну, тут уже шмат висит оборванный. И вот пара-пара-пам. В программе ERPLUSH. А у тебя есть это видео? Есть готовая реклама. Она в YouTube висит. Demix одежда. А вот этого самого момента... Там есть доля секунды с этими цепями. Как раз-таки там я уже оборванный. Ну, я этого еще не знаю. Я еще и не посмотрел, что оно так случилось. Но реклама классная получилась, мне понравилось. Парус. Да. Я лишний раз, чтобы не устать, на тренировку не подхожу. Давай, не остывай, не остывай. Не остывай, да. За голову движение. За голову. Воу. Почувствуй, как только ты за ней тянуться начал, все начинает сыпаться. Сыпаться. Вот, движение как раз ровненько. Морду обогнул. За голову. Все, воткнулся. Суть упражнения почувствовать движение вот этого жима. Чтобы не ввело ни на носки, ни назад. Просто обогнуть голову. И тогда уже сам втыкаешься куда надо. По словам Давида. Ой, Владислава Давидовича. А ты похож с отцом? Крайне. По внешне или по характеру? И так, и так. В принципе, по эмоциональности. Я тоже очень эмоционально. Визуально прям крайне похож. А сколько отцу сейчас? 73. В какой он форме? Тренируется, не тренируется? Он уже перетаскал за свой жестокое железо. Так хорошо себя чувствует? Тренирует? Нет, нет. Он уже не тренирует. Он не тренирует с 12-го года. 12-13-го. Так бывает, консультирует. Я у него консультируюсь. Часто приезжаю. Там какие-то вопросы. Потому что тренировочный процесс это прям такие шахматы. Потому что бывает какую-то ошибку. Пытаешься исправить полгода. Там всего полсантиметра сместить движение. И, блин, экспериментируешь. Меняешь углы, упражнения. А потом какая-то простейшая вещь всплывет. И все встало на свои места. Блин, так все просто. Ну вот до этого просто надо дать. Пока дойдешь. Пока наэкспериментируешь. Ты ровненько вверх. Почему? Чуть-чуть сильно назад ее направил. Потому что прям ровно начал сжать. И в конце ее сорвал туда назад. Во! Чуть-чуть провалился. Тяжело уже стало. Отдохни чуть-чуть. А какое должно быть движение по втулке? Покажи мне. Вот жим штанга идет. У нас по ощущениям, когда мы смотрим, движение медленно и потом становится очень быстро и резким. А если обратите внимание только на штангу, медленно двигается и в какой-то момент просто замирает. То есть, когда она замирает, в этот момент происходит как раз непосредственно само падение. Вот тебе даже интересно будет самому со стороны посмотреть. Я на телефон запишу. Ты понял. Здесь она останавливается, но не продолжает идти вверх. Ты ее не проталкиваешь, ничего. Ты просто замирает и ты от нее отталкиваешься и уходишь. У тебя прямо сейчас хорошо было. В конце уже то, что устал, то что постоял, начал чуть-чуть путаться. Подбородок выше. Локти опустил. Не опускай локти. Заставь сейчас снять дверь. Водней, вводней к себе. Устал. Не могу пока еще понять движение. Не чувствую. Все навыки, которые образуются, нарабатываются. Тут не будет так, что показал, делай так. Так. Потихоньку наработаешь, ты поймешь. В идеале, когда ты жмешь, у тебя нужно грудное отдело сводить. Ноги как столбы. Ты ровненько должен баланс весь держать. Если тебе тяжело становится, раз то плечи спрятал. То еще что-то. То ее вперед. Это по чуть-чуть, по чуть-чуть. Будешь нарабатывать, она будет все эффективнее и эффективнее. Что-то я до этого упражнения делал сколько лет. Точнее, сколько лет я его уже не делаю. Подбородная хуйти и щековы. Сейчас попадешь. Сейчас машинами зацикливаюсь. Вот здесь по плечам. Прямо вот снял и сразу ее вот сюда к лицу. Сейчас еще не попадешь. Это за руки уже устали, поэтому чуть-чуть не выдерживает движение. Вот эти два подхода под семь плечи добили. Не, все это просто плечи снохли, поэтому уже не идет. Покажи плечище. Палки такие. Слушай, не, палки у Ильи. Ну... Вот давай, сейчас что, пусть покроется. Тридцать вешаешь, подход красиво делаешь. Ты голову отрустила. И все, работаем дальше. А ты тренер какой-то суровый или скорее мягкий или добрый? Что, пряники или кнутри? Пряники, ну, сука, честные. Так, местами. Местами. Ну, я стараюсь сохранять мотивацию спортсмену. Жесткость должна быть оправданной. Не жесткость ради жесткости, а именно упс. Нужно заставить спортсмена, чтобы он сам хотел. Найти способ. Да, может быть, полный, чтобы не был плотненький, как лицо. Не ныряй в вверх. Вот. Не, спасибо. Чуть-чуть передний могу еще попадать. Сейчас, у нас уже жестко. Сейчас кусочек подальше. Первый раз споткнулся. Второй туда же, уже так уверенно пошло. Не, вот сейчас хорошо. Так. Вот теперь классикой потолкаем. Небольшой вес. А, втыкается вот так, где и сама. А, втыкается вот так, где и сама. А, кстати, Хлесткина об этом? Да, Хлесткина нам говорила Наталья. Про то, что надо держать в контроле кистями. Заворачивать внутрь. А так, если широчайше, то лучше работать. Если кисть подключаешь, то лучше подключается широчайше. Контроль. Ты не только за счет кисти ее подкручиваешь. Потому что предельные веса там все равно кисть не будет подкручиваться. Но за счет того, что ты стремишься ее замкнуть, у тебя немножко, вся вот эта анатомическая цепочка замыкается и подключается активно очень широчайше. И более комфортное движение. Машнее становится. Ну, ты говоришь, к отцу приезжаешь, он иногда бывает такие детали даст и сразу все идет. А почему он вот это свое знание дальше не распространяет сейчас? Ну, я его знание распространяю. Как бы, пост сдал, пост принял. Поэтому так и работаем. Стой, на следе стопе. Еще раз. Стой, подтять и остановись. Смотри, толкай. Понял, да что? Садишься, она и впереди висит. Вот, по ногам то же самое, только вот грудной отдел там. Ты сидишь на барном стуле, вот сядь на него уверенно. Вот, зарядись. Жопа заряжена назад, а корпус ровненько, не компенсируй его вперед. Ты чувствуешь, что на переде ноги висит? Ну, с груди. Да, да, да. Да, есть такое. Вот, у нас вот здесь встаешься. Ну, соответственно, вся работа впереди, сандарт тяжести. И вот, вот здесь всю работу и оставляешь. Грудь еще выше на пол. Саму грудь только заверни сильнее. Все заверни, все заверни тот самый. Сейчас я с тобой снису. Жодче сланя. Просто жодче чуть-чуть, вот расслабился. Уставший? Да. Подзаделся. Да, и накручу, трапец не добавляю. Все хорошо, концовки не хватило. Почувствовал, раз, впереди она. Чуть-чуть раскроет, заверни ее на себя. Вот, ведро вдавит вверх. Вот, ровненько, живот затянул. Вот. Вот сейчас, конечно. Усталость от контроля нужно больше. Не пытаться у переса взорваться. А просто контролируешь. Вот сейчас мягенько, хорошо. Понимаешь, что делаешь. У тебя сейчас работа как стишок, просто повторяем, повторяем. Оттачиваем дикцию движения. Контролируем. Чуть длиннее толчок. Чуть зате длиннее. Да. Ты понимаешь, что от тебя требуется? Хорошо понимаешь? Или не совсем? От меня требуется красивый толчок. Ну ты, ну, понимаешь в деталях это? Контроль. Контроль. Да. Главное сдать допинг-контроль. Да. Все сдадим. Почему я такой вопрос спрашиваю? Потому что я иногда тренеров не понимал. Ну, надо реагировать. Всегда если, условно говоря, получил какую-то команду и не понял, что это значит, то лучше переспросить. Оружие тренера это язык. Не можешь объяснить одной фразой, объясни другой. Ну, либо уже объясняй мануально. Вот как раз чем шире словарный запас и умение залезть в чужую голову, тем качественнее перенос этой информации, которая у вас в голове. А вот тоже сколько там информации, это еще один вопрос. Был у меня один тренер. Сидел и такой мычал что-то, говорит, вообще непонятно. План пишет, а чтобы показать технику, нет. Ты такой, да, да, нет, нет, нет. Хорошо, что у меня есть Владислав. Не, вот грудь поднимаешь, у тебя аж грудной сводила. Вот ноги сильнее заряжай. Вот тебе, смотри, ты ее вжал в себя, все она там находится. А тебе максимально заряди ноги. Грудь поднял. Чуть-чуть ноги вот сгрудить, чуть-чуть и подсобери. Вот немножко разворот носочков, вот чтобы тебе бедро, как будто хочешь бедро показать? О, встал. Прям стоишь как-то вот, не вижу я уверенности в стойке перед подседом. Блин, мне этого вообще не видно. На мой взгляд он жесткий и низкий. Ну, я поэтому и тренер, что я это вижу. В принципе, ну и с каждым годом все яснее вот эти моменты становятся. начинаешь все больше замечать вот эти дольки пазла, которые не хватает, чтобы доработать. А чем больше опыта, там еще начинаешь уже видеть не просто эталон, к которому надо стремиться, а еще и у каждого же он свой. Тут, допустим, в начале сегодня у него ноги хорошо заряжал, но за счет того, что у него болень длинная, вроде позиция хорошая стартовая идеальная, а штанга далеко. Ну просто так вот антропометрически получилось. Длинные ноги кузнечика, но, значит, надо что-то менять, надо исходить из того, что есть. Грудь жестче. Во-во-во-во, сильно развел. Во! А вам по рукам понравилось? Как вверху воткнулось, понравилось со мной? Ну, да. Не, потом меня немножко прошатало вот так. Вверху-то? Да. Не увидел, мне главное, что тебе руки хорошо воткнулись. А-а-а. Когда хорошо воткнулись руки, с ногами можно справиться. А если руки не воткнулись, как бы ей красивые, правильные ножницы не были, смыслов них нет. Постарайся в тяге, вот старт хороший, но срываешь и бьешь по тазу вот это ускорение, где пам, его выбивает опять наверх. Под нее вот так, да. Вот когда снимаешь, протерпи это начало, чтобы тебе не в спину пошло движение, а грудью вверх пошел. И блещет расправить. Вот, кстати, вот один из нюансов. Мы сильнее заряжаем спину, но за счет того, что у нас жопа затранная, мы должны это компенсировать. Потому что угол достаточно серьезный. Расправляем сильнее грудь, сильнее подключаем широчайшую, замыкаемся. Вот мы опять выигрываем еще сантиметр-другой. Подняли грудь и вроде бы с высокой жопой мы опять-таки к подрыву подойдем с правильными ногами, с правильной грудью. Нам-то задача еще отсюда правильно сработать, не только снять. И, соответственно, вот этот момент вот кистями, плечами, грудью все это компенсировали, чтобы вот здесь и в центре тяжести, и опять же заряженными ногами остаться. А когда жопу выбивает, ну, соответственно, ну и все тут. Либо по дуге движение, либо впереди. Вот, зарядись так, что ты почувствовал, что вот прям в пол давишь, еще не снял уже, вот ты зацеп этот получил. Плечи, грудь, вот. И дотерпи до конца грудью вверх. А дальше впереди. Жестко вверх. А где не понравился подход вообще? На грудь, на носках? На грудь, на носках. Вот снял хорошо, с подрывчиком намудрил чуть-чуть вот здесь. На себя не доработал, чуть-чуть загнай. Набора выиграл, потому что я стычком сильно вытянул, поэтому надо скинуть. Ну так, вытянул, можно вот сюда вытянуть? Да. А ты вытянулся вот сюда? Наверное. И вот здесь она вся вот осталась впереди. Сейчас давай еще один подход. Только ты зарядись сверху вниз. А ты просто подошел к штанге, вот, спину грудь поднял, и вот так вот спусти с ней. Сразу, как раз, смотри, ноги выставил там, где надо, с этой тяжести. Все, ты над ней стоишь, там ничего, никуда катать не надо. Вернулся, бам. Все, вот она стоит. И отсюда так же разогнулся. Слушай, получается правильно говорят? Тяжелая атлетика, это не шахматы. Здесь думать надо. Ну да, так. Это как каждый вид спорта любит вот приписать себе вот этот бокс, это не шахмат. Тут очень много думать надо. Но есть такие таланты, которым, блин, думать не надо. Им просто железяку любую дай, а не вот фигачит. Но там в каждой бочке меда всегда есть ложка дегтя. А в таланте какая ложка дегтя? Ой, они разные. Кому очень легко дается, они... Не ценят. Да. Очень легко от этого отказываются, переключаются. Расфокусировка идет. Ну тоже есть разные виды талантов. Есть координационный талант. Кто-то ее там чувствует, даже не понимает, как это происходит. Смотришь, все углы нелепые. Ну блин, на снаряд начинаешь включаться от человека. Смотришь, на снаряд, ну блин, идеально некуда. Все вырабатывается. А у кого-то талант пахать. У кого-то талант собираться. Ну, у каждого свой. И вот тоже задача найти этот талант, его развить и вот облепить еще как елку, украсить другими качествами, которых не хватает. Вот, грудь подняла вверх, прям даже не смотря на нее. Вот, и так же вверх. Спокойненько. И так же мягко вверх, ровно длинно. Вот и все. А когда ты видел, твой отец так подходил? Ну да, в принципе, это такая манера, что центр тяжести чувствовать, настраиваться так удобней. Когда ты заряженный уже опускаешься и не надо обтягиваться. Ну и тебе уже отступать некуда. Ну и плюс там вот эта манера, где он руки расправлял. Все считали, что это он прям настраивается, как-то медитация. Это больше тянуло часто на носки. Он руки расправлял, чтобы почувствовать всю опору. И он перемещал центр тяжести, все, он зацепился за опору. И все, ноги заряжены, ноги готовы. И он на них спускался. Почему вот эта манера, руки раскидывать. Все, в этот момент он работает верхушкой, раскидывает руки, берет свой хват. А работу с ногами он уже ее провел вверху, пока он стоял. И вот он удерживает этот центр тяжести, это ощущение туда спускается. В принципе, каждый из своих маркеров. А ты с таким же смыслом это все делаешь? Или? Нет, это просто само. Ты скопировал внешне, мне кажется, стороны. Не будем раскрывать все секреты, да. Ну вот ты, отбросив ложную скромность, скажи, в чем твой талант? Так, как спортсмена или как тренера? Не важно. Нет, ну в принципе, если брать чистое качество, взрывной, гиперэмоциональный, куражной. Это скорее, наверное, ближе к скоростным видам спорта, нежели в тяжелой атлетике. Тяжелая атлетика это смесь одновременно и куража, взрыва и самообладания. У меня на определенных этапах с самообладанием, с самоконтролем были проблемы. Мне проще, как в прыжках, в метаниях, выложиться, была не была. Вот все, шиворот на выворот, вывернуться и показать результат, где он зависит именно от действия, которое ты совершил. В тяжелой атлетике ты все-таки заказываешь вес и ты с ним работаешь. Как бы ты сверхъестественное не выложился, 170 не превратятся в полете 175. Перемудрил, сам почувствовал. Начал там раскатывать, газовать. Такое ощущение, знаешь, как будто они ровные, я знаю, что они ровные. Такое ощущение, будто правая вперед стоит, левая слишком далеко. Хорошо, ровненько встал. Вот ты, кстати, правильно сделал. Встал, обтянулся, чувствуешь, что тебе как-то некомфортно, начал ноги подбирать. Вот ноги подобрал, это было правильно. Вот ты их поставил так, как они у тебя максимально, ты чувствуешь себя надежно. Все, я начал спускать. Вроде зарядился, а у тебя все равно это новый элемент, который тебя немножко обескураживает. Ты начал что-то подбирать. Надо бы еще вот со своего старого движения удобное что-то поднакинуть. И начал просто смешивать, и поэтому вот эти вот катания начались. В принципе, нормально. Самое главное, я вот увидел, что ты начал ноги подбирать, вот искать, где ты мощнее, где ты надежно стоишь. Вот тебе нужна надежность. Вот что пугает в классике? Потому что ты не знаешь, надежно или ненадежно сейчас будет подход. Вот. Вот эти вот элементы. Ноги поставил, все, надежно, ты за ноги уверен. Все, у тебя плюс три к интеллекту. Поэтому... Что, еще подходик давай тогда? Просто поспокойнее. Вот ноги подобрал, туда... Долго там внизу не ерзает. Это же тоже устаешь, что напряженный такой. Вот, спустился, все, замок замкнул и пошел туда. Длинненькое, красивое движение. Вот, грудь расправил. На самом деле, хорошо взял на грудь, но настолько привык, что она впереди висит, что не стал ее ловить. Просто спину расслабил. Прям хорошо, нормально завалил, только раскрыть ее прими. Тебя валит на пятки, потому что тебя начинает складывать. Вот, удержись. Представляешь, что там 200? Вот прям 200, вот ты на соревнованиях, как будешь 200 толкать. Тушить в подседе, в коленочке. Тихо, в груди. Не, не внутрь, а вперед. Ну, вот так, несущественно, но это... Я к тому, что, знаешь, эмоционально, когда уже нету сил, вот эмоционально, представь, ты на помосе стоишь, штанга 200. Как ты будешь этому весу сопротивляться? Да. Это вот ты еще толкаешься, только 15, ты еще в танку поднимаешь. А танк тебе надо будет не просто ее поднимать, а еще сопротивляться весу, который эго не меньше, чем у тебя. Это мощно. Я поплыл. Поплыл? На группе взял, встал. Нет, на группе взял, чтобы он самому понравился. Да? Потом в видео глянешь. Супер. Вы что, жогащие упражнения-то у вас? Попрыгаем. Хотелешь попрыгать? Рожа кислая. Твои любимые прыжки. Твои любимые прыжки, да? Как и назовем выпуск? Юрины любимые прыжки. Ты туда посопрел на эту высоту? Не, еще пару раз. Это вообще не, когда я с полной ступни пытаюсь выпрыгнуть, вообще не могу. Не вылетает. Просто перекатываешься на носки? Это нормально. Нормально, потом научишься прыгать. А как эффективнее всего? Брать разгон с самого низа, с пола? Нет, где-то в районе 90 градусов. Чуть тупее даже угол в коленях. Будет тогда он мощнее. Ну и плюс еще специфика индивидуальная мышца. Силовики многие, ну кто там с таким бедром хороший, прыгают с глубокого оседа, ну не прям с глубокого. Когда 90 и острее угол в коленях за счет того, что они бедром все разгоняют. Большинство, кто прыгает, ну специализируется именно на прыжках, там все-таки большую роль играет опять упругая деформация и мышцы, связок. Когда мы как жгуты растягиваем, заряжаемся, они подседают ровно на стойко, чтобы зарядить связки и мышцу. И уже используя этот заряд, дострельнуть. Ну я сам достаточно высоко стою, когда запрыгиваю. Туда вы найдете, как будто запрыгиваешься, ты чувствуешь, что ты сидишь. Вот. Постарайся спрыгнуть и назад не отойти. И скомпенсировать. Оп. Да. Ну не воткнуться, так чтобы позвонки было хватило здесь. А вот. Просто. Угу. Так. Да. Ну чтобы ты чувствовал этот центр тяжести просто. Да. Тащит назад, ну и поддался. А так ты гнишься на грузку. Потому что вот эти все микро-моменты, там, подержать лишних 2 секунды. На прыжке, если скомпенсировать, не дать там организму собой руководить. Это все по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это копеечка в копилочку. Это ты сейчас думаешь, что ты не с полной с тобой прыгаешь, да? Нет, я не с полной. Ага. Сними, пожалуйста, ноги. А ты прыгай, как прыгал, не думай. Почти сейчас опять задирать начал. Хорошо. Начал думать, начал перекатываться. Да? В начале первых два прыжка ты прям вот плотненько стоишь, оттолкнулся и крой доработал. Вот, меньше думай, просто прыгай. Тихо-тихо-тихо. Я думаю меньше. Меньше думай, блять. Вообще забыл. Тягой спрыгать. Легко. Встал. Еще раз. К тому, что когда лишние мысли они мешают, что на подъеме, что начал сильно думать, появились проблемы. Да. В чем у нас в движении меньше моментов, где мы обдумываем то, что мы делаем, тем больше у нас возможности отдаться эмоционально и вкладываться в снаряд. Я сейчас заметил то, что когда вот на тренировку прихожу, на большие веса летость. Или вообще просто на какие-то веса там, по много повторений. Просто отключаю голову, о чем-нибудь другом думаю, таком прям простом максимально. Ни о движении, ни о чем, ни о тренировке. Намного легче идет. Очень легко. Значит, именно мысли у тебя о весах, тебя гложет. Значит, не так и не думаешь. Ты должен, наоборот, кайфовать. Штанг, все. Прямо вот хотеть, чтобы она над тобой оказалась, это преодоление. Но, по большому счету, у каждого вот эти инструменты, они свои. Просто со временем, со временем ты определяешься. Может быть, и, значит, тебе никогда и не понадобится думать о штанге. Всю работу ты совершил стоя. Потому что настраиваться надо не когда ты за штангу держишь и там стоишь. Там ты уже газуешь, ты уже стоишь на старте. У тебя вся работа в тренировочной зале проделана. А эмоционально это себе напомнит по движению. Ты вот пока встал, настроился. Все, вспомнил. Так, грудью, трапеции. И там зарядился уже какие-то микрокорректировки. Чем ты раньше их сделаешь, тем эффективнее. Давай. Ну что, давай. Благодари меня. Да, благодарность. Тренер, спасибо, что приехал. Спасибо за тренировку. Было все очень понятно и информативно. Мне это все очень понравилось. И я надеюсь, что понравилось вам. Ребята, ставьте свои лайки, поддержите нас комментарием. И поделитесь этим видео, если вы хотите увидеть новые выпуски про тяжелую атлетику на канале Дмитрия Ешанкина. Ну что, а я вам скажу, что в этот раз я почитаю комментарии. Задавайте вопросы. Лайки, овчарки, мопсы. Ставим любую хрень. Что там еще надо? Колокольчик. Да. Не подпишитесь на канал. Да. А ты сам подписан на канал Дмитрия Ешанкина? Да. Да? Ты подписан? Не, я подписан по-любому. Хорошо. Ну мы проверим. Мы проверим. Био-тех-тех-тех-тех. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok